В Таиланде спасли российского туриста сутки, находившегося в открытом море. Это время мужчина смог продержаться, опираясь на плавающий буй. А в отношении экс-министра сельского хозяйства Пермского правительства возбуждено уголовное дело. По неподтвержденной информации, Ивану Огородову меняется растрата или присвоение денег в крупном размере. О самом важном и интересном готовы рассказать и мы. Это новости на ТНТ в студии Екатерина Кравцова. Здравствуйте. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о коммунальном потопе во дворе дома 24 по улице Ленина. Кто поможет тонущему дому остаться на плаву, выяснял Дмитрий Сидельцев. Озеро во дворе 24 дома по улице Ленина образовалось в результате порыва трубы отопления на выходе из подвала. Чтобы устранить течь, необходимо провести раскопки во дворе. Но управляющая компания бездействует. Оказалось, что в городской администрации знают о дворовом потопе и даже пытаются как-то помочь в решении проблемы. Мы в качестве содействия управляющей организации предложили помощь в обеспечении техникой для проведения земляных работ, дабы в последующем управляющая компания произвела сварочные работы или замену участка трубопровода. Но до сегодняшнего дня управляющая организация никаких мер не предпринимает. Компания «Уралмонтажстрой» чуть больше года назад взялась за управление так называемым неблагополучным жилым фондом в Березняках. Офис компании находится в Перми и связаться с ее руководством практически невозможно. Но его настрой в отношении неблагополучных гостинок нам удалось выяснить у секретаря Березняковского филиала. Мы работаем с вами до 16 мая. То есть нам, как Дерехов сказал, смысла что-то начинать, какие-то работы за такую большую сумму нет. Заезжая управляющая компания не видит смысла выполнять свои обязанности, считая непозволительной роскошью помогать дому, в котором больше 80% неплательщиков. Те же, кто платит, могут попытаться отстоять свои права, говорят чиновники. Конечно, есть рычаги воздействия путем обращений жалоб в инспекцию государственного жилищного надзора, которая вправе проводить проверки, составлять протоколы. Но так или иначе, не знаю, воздействуют ли эти обращения в инспекцию именно на то, чтобы они выполнили эти работы. Я думаю, что здесь все-таки мы будем своим, так скажем, авторитетом воздействовать на управляющую компанию. Срок годового контракта с пермской компанией истекает в середине мая. Вероятность, что она будет продолжать нерентабельный бизнес в Березняках, маловероятно. В местной мэрии уже готовится объявлять новый конкурс на управление неблагополучным жилым фондом. А он тем временем приходит в еще более плачевное состояние. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Дал слово, держи. Владельцам квартир с большой площадью, переселяемых из аварийных домов, компенсируют разницу между имеющимися квадратными метрами и федеральной нормой предоставляемого жилья. Новый пермский губернатор на встрече с березняковцами обещал решить этот вопрос. И на днях соответствующее постановление было принято в краевом правительстве. Вы сказали, что многие улучшают свои жилищные условия. Меня заставляют ухудшить свои жилищные условия. Вместо 92 квадратных метров мне дают 72. Ограничение площади предоставляемого жилья 72 квадратными метрами было установлено федеральными социальными нормами. Оказалось, что владельцев квартир с большей площадью среди переселенцев немало. Метры, превышающие норму, так же как и их стоимость, при расселении должны были просто аннулироваться. Однако глава региона Максим Решетников лично пообещал решить эту проблему средствами краевого бюджета. Вы получите компенсацию за ту фактическую площадь, которая у вас есть. Исполняющий обязанности губернатора поручил Кабинету министров проработать нерешенный вопрос. На этой неделе на заседании краевого правительства было утверждено постановление, которое предусматривает три варианта компенсации. Предоставление квартиры аналогичной площади, оплата разницы в площади квартир в денежном эквиваленте, либо предоставление двух квартир, общая площадь которых равна площади квартиры в аварийном доме. И в продолжении темы помощи из столицы краев. В Прикаме стартовала программа «Пермские первенцы» по поддержке молодых мам. Чиновники из Министерства соцразвития считают, денежные выплаты помогут повысить рождаемость в регионе. С начала года в прикамских семьях на свет появились более 2600 первенцев. По достижении детьми полуторалетнего возраста молодые мамы получат единовременную выплату из краевого бюджета в размере 60 тысяч рублей. Деньги будут предназначаться женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, родившим первого ребенка. Потратить их можно будет на детские товары и продукты питания. По оценкам специалистов, такая помощь позволит улучшить демографическую ситуацию в регионе. В Министерстве социального развития можно уточнить всю интересующую информацию. Кстати, затягивать с оформлением документов не стоит. Была введена дополнительная мера для поддержки молодых семей. На нее имеют право молодые мамы, которые родили ребенка с января 2017 года по декабрь 2019 года. Также они должны на момент рождения ребенка прожить в Пермском крае 5 лет, быть в браке, либо в отношении ребенка должно быть установлено отцовство. Сегодня пятница, а это значит, пришло время рассказать, чем запомнилась уходящая неделя. Александра Зеленина подготовила обзор самых главных событий в эфире «Итоговый дайджест». На этой неделе не удалось избежать трагических дорожных происшествий. Водитель 14-й в четверг ранним утром торопился на работу и на полном ходу врезался в автобус пассажирами. От удара легковушку разорвало пополам, а ее владелец скончался на месте. Во вторник Березняковец переполошил все спецслужбы города. Мужчина сидел на окне и звал маму, а потом забаррикадировался в своей квартире. По словам медиков, они не раз приезжали к этому буйному пациенту. Даже уговоры матери не помогли. Когда отряд ОМОНа все-таки проник в квартиру, все было уже в огне. Мужчина сам поджег свой дом. Соседи срочно эвакуировали. Виновник пожара скончался. Ученые объявили о возможном новом провале в районе огражденной зоны на улице Котовского. Образование воронки предсказывали еще несколько лет назад. По словам специалистов, в этом месте уже появился так называемый прогиб земной поверхности. В связи с последними данными показаний сейсмологической системы решено расширить на несколько метров район ограждения. Точной даты образования провала никто пока назвать не может. Все, что находится за пределами ограждения, безопасно. В первый день весны для березняковских учителей прошло радостное событие – окончание испытаний в униципальном этапе конкурса «Учитель года». На торжественном награждении назвали имена двух лучших педагогов. Теперь они будут представлять наш город на краевом уровне. Иногда нам кажется, что мы не можем что-то сделать. Я не верила в то, что я, будучи еще молодым педагогом, могу участвовать в таком конкурсе. Неделя оказалась насыщенной на культурные события. В драмтеатре сменилась власть. На пост художественного руководителя назначен режиссер Андрей Шляпин, уже известный березняковскому зрителю своими творениями. А маленькие танцоры группы «Антре» прославили наш город на весь мир. Они получили высшую награду на престижном международном фестивале «Творческие открытия в Санкт-Петербурге». Из большого количества участников, а артистов было более 400, березняковские звездочки стали первыми. Когда мы увидели, как танцуют другие, сразу подумали, что вот они победят. У них там были классные такие танцы, а выбрали почему-то нас. Итоги недели подвела Александра Зеленина. Продолжу выпуск. Сегодня благоустроители подарили березняковцам новую примету наступления весны. Хоть и с запозданием, но в Советской площади все-таки исчезнет основной новогодний атрибут. Весь день возле березняковской администрации кипела работа по демонтажу главной городской ели. Еще в начале декабря чиновники пообещали, праздничное убранство будет украшать площадь до 22 февраля. Но в этом году новогоднее настроение побило все рекорды. Главную елку в Советской площади убирают только в марте. Может быть, власти решили, что раз ель новая и красивая, то может радовать детишек даже весной. Но лучше поздно, чем никогда. Нашу 18-метровую красавицу мы теперь увидим только в декабре. Первые мартовские деньки не радуют нас теплой погодой. Если на душе тоже не солнечно, психологи советуют сделать в доме перестановку или поменять мебель. Тем более, что это экономически выгодно. Почему мебель становится дешевле именно в весенние месяцы и какие модели диванов сейчас в моде, расскажет Евгения Кокшарова. Диван Диван – незаменимый предмет интерьера и эпицентр всех семейных событий. Среднестатистический человек проводит на диване около 43 часов в неделю или 13 недель в году. Хотя во времена Османской империи восседать на диване имел право лишь великий визир. Сегодня почувствует себя восточным правителем. Может, каждый. Если вы любите проводить время перед телевизором с чашечкой чая, то диван с подлокотниками из НДФ – верный выбор. Кстати, стоит такой красавец всего 14,5 тысяч. Если вас не устраивает цветочное оформление, то можно выбрать другой дизайн. Кусочек парижской романтики или эклектика Лондона – принты на любой вкус. Причем чехлы современных диванов делают из практичных материалов. Их можно самостоятельно стирать в машинке. И яркие цвета не потускнеют. Как известно, Юлий Цезарь умел делать несколько дел одновременно. И эту модель прозвали Цезарем за ее многофункциональность. Этот диван легко уместится в малогабаритной квартире и днем станет любимым местом отдыха для большой семьи. А ночью он превращается в просторное спальное место 2 на 2. Механизм «Аккордеон» раскладывается без лишних усилий. Основание – ортопедическая. Варианта практичнее для здорового сна не найти. Цезарь – это отличное место для хранения. Обратите внимание, какое здесь короб для белья. Именно весенние месяцы мебельные салоны называют временем скидок. Производители снижают цены, так как спрос на мебель падает в связи с приближением дачного сезона. Смотрите сами, такой стильный диван можно купить всего за 13 900. Столько же стоит и эта позитивная модель, которая украсит, например, комнату подростка. С хорошей скидкой можно приобрести и такой дизайнерский анатомический диван. Шкафы-купе отдают тоже практически даром по цене до 10 тысяч рублей. Весна – это самое выгодное время для покупок мебели. Наш салон представляет более 30 мебельных фабрик, и многие из них объявили акции на свою продукцию. За новым диваном, спальней, гостиной или кухней спешите в мебельный салон «Счастье в дом», который находится по адресу Мира 53. Специалисты салона «Счастье в дом» следят за акциями мебельных фабрик, поэтому обновить свой интерьер здесь можно с выгодой для семейного бюджета. Но где вы еще найдете модульную кухню от 8 тысяч? Да еще и чтобы бытовая техника шла в подарок. Кстати, кухни здесь изготавливают по вашим размерам и всего за две недели. Спешите на Мира 53, и с новой мебелью в ваш дом придет новое счастье. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Березняковские театралы с нетерпением ждут премьеры. Драмтеатр готовит спектакль «Земля Эльзы» по одноименной пьесе Ярослава Полинович. Трогательная история любви пожилых мужчин и женщины – Ромео и Джульетты из сибирской глубинки. Александра Зеленина побывала сегодня на генеральной репетиции и уверена, что спектакль оставит глубокий эмоциональный след в сердцах зрителей. На край не приходите, понимаешь? От раковины до середины. Вы же разбиваете танцующих. Это последние штрихи рук мастера. Еще несколько наставлений и напутствий. Ведь это генеральная репетиция, после которой спектакль представят зрителям. А увидеть детища режиссера Андрея Шляпина действительно стоит. Спектакль насыщен светлыми чувствами и борьбой главных героев за свою любовь. Эльза в исполнении Татьяны Кожевниковой, похоронив мужа, пытается сохранить право на собственное счастье. Разве до свидания? Полукра отходят. Вы что видим? До свидания, что вы приглашаете? Приглашаю. Казалось бы, отношениям Эльзы и Василия Игнатьевича ничто не сможет помешать. Дети уже взрослые, оба вдовы, но герои оказываются непонятыми близкими. Непростой выбор – чувство или долг перед детьми. Даша, иди. У меня все хорошо. Ну ладно. Покойной ночи, баба. История поучительна для молодого поколения. Ведь в образах можно увидеть современный мир таким, каков он есть на самом деле. Отношение детей к родителям, возвышение материальных ценностей, жестокость близких и желание свободы выбора. Выбора любить. Над спектаклем пришлось долго и усердно работать. Музыка, декорации, нужные выразительные средства, помогающие тонко подчеркнуть трагичность. И, конечно, внутренняя борьба с собой каждого актера. Актер всегда рад, когда ему дают роль, ну, немножко похожую на характер актерский, но еще больше доволен, когда идет роль на сопротивление. Здесь у меня получилось и одно, и другое, потому что точного характера артиста Бутера там нет. Там есть другой характер, но некоторые моменты из биографии, некоторые моменты характера есть, но не все. Премьера спектакля «Земля Эльзы» пройдет уже в эти выходные. Телефон кассы театра вы сейчас видите на экране. Не пропустите трогательный и искренний спектакль в исполнении наших любимых актеров. Александра Зеленина, Сергей Калиник, Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43 17 11. Это были главные новости города. Впереди еще прогноз погоды. Я прощаюсь. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго и хороших вам выходных. Субтитры сделал DimaTorzok